Друзья, всем привет! В этом видео я хотел бы поделиться своим опытом эксплуатации сонаров для рыбалки, а именно у меня Dipper, Chirp Plus. Но в принципе эти знания, эти особенности, они подходят, наверное, к любым сонарам. Я часто пользуюсь данным прибором, у меня накопился некоторый опыт и вот хочу вам как бы немножко рассказать. Итак, сонар это специальное устройство, которое опускается в лунку, либо забрасывается в водоем. И с помощью приложения на телефоне мы можем определять по показаниям глубину, температуру, наличие рыбы. Наличие рыбы это самый главный аспект для поиска и вообще для использования на рыбалке. Да, это вот лунка пустая, то есть я экономлю время, не спускаю туда снасть, не делаю проводки, там не сижу зря. Сразу вижу, что рыбы нет на этой точке. И перехожу на другую. Вот в этом, конечно, плюс. Прибор настолько точен, что я вижу даже спускание моего чертика и даже мухомормыша. И мало того, что весь интерес заключается в том, что я даже буду видеть, как рыба подходит. Пока мы не видим ничего, видим только как чертик поднимается. И вот появляется такая темная полоса. Она начинает отрываться. Она поднимается за чертиком. Вот видите, ее отрывало? Нет, она ушла в итоге вниз. Хорошо, мы за ним вниз. Значит, ему что-то не понравилось. Значит, ему корм нравится больше. Начинаем опять снизу. Вот он опять начинает отрываться. Начинает отрываться, отрываться, отрываться. Вот он прям идет, 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 идет за чертиком. Сейчас должна быть поклевка. Нет, опять вниз ушел. А вон еще второй лещ. То есть, что-то ему не нравится. То есть, он как бы сопровождает, но не берет. То есть, штука очень информативная. Очень помогает вообще в рыбалке понимать, что вообще там происходит. Вот видно, сейчас пузыри идут. Это лещ активно кормится на дне. И поднимает пузыри. Корм, муть. Итак, зима. Самый главный минус, это, конечно же, холод. И тут даже вот в самом эхолоте проблема в том, что есть батарейка встроенная, которая может замерзать. Поэтому желательно при переноске, либо каких-то продолжительных, незадействованных событий, лучше его прятать под куртку, либо в карман. В общем, избавить его от замерзания. Когда эхолот опущен в лунку, то он подвержен как бы плюсовой температуре за счет воды. Также вода может в районе нуля. При таком состоянии прибор может отработать до трех часов. Вы скажете, что половина прибора выступает на поверхность. На самом деле на поверхность выступает пустая часть, крышка. А основной механизм, в том числе и батарейка, находится всегда в воде. Поэтому при работе в минуса, в жесткие, именно в воде, сам эхолот работает продолжительность. А вот другой аспект насчет телефона нашего. Вот тут да. Есть, конечно, специальные чехлы. Насколько они хорошо защищают, я не могу сказать. Просто хочу обратить внимание. Если у вас какой-то айфон, любая температура минус 1, минус 5, все, он будет выключаться. Поэтому я рекомендую использовать андроид. Вот у меня в данном случае Huawei. Был у меня High Screen. Вот у них батарейки около 5000 Ач. Они позволяют работать даже в минус 30, минус 40. И телефон не выключается. Очень важно это. Но лучше, конечно, не оставлять его. Лучше все время, когда он не задействован, прятать. Вы обратили внимание, что у меня постоянный телефон лежит где-то у лунки. Температура минус 20. Вот эти телефоны позволяют работать продолжительное время даже в сильные такие минусы. Поиск хорошего места упрощается наличием эхолота. У меня эхолот Диппер и первая лунка оказывается почти пустой. Единственная платва проходит практически подо льдом. На соседней лунке уже неровное дно. Однако рыбы тоже нет. У эхолота имеется три шкалы. Но я пользуюсь только центральной, где есть история движения объектов. А вот на глубине 2,9 замечаю активность. И в луч одновременно попадает сразу три рыбины. Это хороший знак. Корм использую сухой и часть корма, которая всплыла, размешиваю и образуется у меня такой столб падающего корма, который подходит сразу 4 рыбы. Также есть вот эти чехлы, которые дополнительно защищают от мороза. Но я не использую их, потому что мне не нравится, потому что мне порой надо разблокировать, открыть или что-то там включить. Нужны вот эти боковые кнопки. Когда он в чехле, ими воспользоваться крайне сложно. В общем, подытожим. В морозы это Android, High Screen, Huawei, либо подобные с 5000 Ач. И прятание все время его куда-то в карман внутрь куртки и использование в самой лунке желательно непродолжительное время. То есть нашел рыбу, убрал его под куртку. Но даже если он находится просто погруженный в воду, за счет тепла воды он будет как бы еще продолжительное время работать. Я его переношу на таком шнурке. Это мне позволяет переносить его с лунки на лунки, спрятать в кармане и не забыть, если где-то в лунке я оставил, перехожу, он раз за мной сразу же побежит. Вот так вот. Итак, закончили промороз, теперь начнем про излучение. Излучение это вообще отдельная тематика. Тут надо рассмотреть геометрию распространения лучей. Как вы знаете, сонар работает на поверхности и излучает вниз специальные лучи. Их прохождение зависит от множества факторов. Толщина льда, глубина и так далее и тому подобное. Давайте начнем по порядку. Частота лунки. Если мы не очистим лунку от шуги, мы ничего не увидим. Эхолод и сам прибор, сама программа нам скажет, что либо очень мелко, либо очень глубоко. Потому что лучи просто не будут проходить через эту шугу. Итак, если наша лунка будет недостаточно хорошо очищена, то есть будут присутствовать остатки от льда, снега, так называемая шуга, то луч просто-напросто не будет проходить и прибор нам ничего не покажет. Вообще, чтобы правильно, грамотно воспринимать информацию, которую передает нам прибор и индицируется это все в телефоне, нужно знать вот эти особенности. Допустим, распространение луча зависит от диаметра лунки. Чем лунка шире, тем луч проходит в более широком диапазоне и, соответственно, захватывает большую территорию. У нас, допустим, 150 лунка, луч распространяется без прерывания, диаметра лунки хватает, чтобы для этой толщины льда он работал во всем диапазоне. Ну вот у нас стала лунка, допустим, меньшего диаметра, равняется, допустим, 100 миллиметрам, либо там 130, но вот эти края начинают создавать так называемое экранирование. И луч уже распространяется под меньшим углом, соответственно, и зона облучения, вот это вот становится меньше назначения вот этого затенения. Если у нас лунка, допустим, 80-60 размера, то, соответственно, пробивание этого сектора будет такое маленькое, что рыба может стоять рядом, а у нас будет прибор показывать, что ее нет. Вот влияние распространения луча и холод относительно расположения по центру лунки. Если прибор расположен посередине, то края лунки, ее диаметр и толщина льда не мешают распространению волн. Но если мы прислоним прибор к какой-то из стенки, то луч исходимый будет прерываться на вот это значение, которое будет создавать экранирование, и прибор будет сканировать не полностью по своему лучу, а только вот на это значение. Так что надо по центру располагать. Если, допустим, диаметр у нас 130-й большой, но толщина льда довольно-таки большая, то все равно прибор не будет давать максимальную вот эту ширину угла и будет, соответственно, показывать меньший диапазон. Нарисована условная схема распространения лучей сонара при, допустим, вот такой толщине льда. А представьте, что толщина льда, допустим, равняется метр или больше. Следовательно, луч, исходимый от сонара, будет прерываться на значение края льда, и, соответственно, его угол будет меньше, и зона облучения, зона сканирования будет меньше на вот это вот значение, из-за того, что лед будет толще. Также при ловле на течение необходимо знать, что течение смывает прикормку, наживку, приманку. Соответственно, если мы в ту же лунку будем опускать и холод, то у нас будет просматриваться ситуация именно в вертикальном положении, то есть под нами. А что творится дальше по течению, мы это не увидим, потому что это будет скрыто из зоны угла. На течение лунки бурят под углом, и снасть уходит где-то в сторону, на определенное расстояние, и рыба скапливается в некотором удалении от лунки. Соответственно, прибор из-за того, что излучает волны вертикально вниз, будет сканировать немножко не ту площадь. Также из-за вот этого наклона будет создаваться как раз экранирующее вот это значение, которое будет, соответственно, и фиксировать неточные показания. Для того, чтобы эффективно использовать диппер на течении, допустим, у нас вот здесь удочка находится, да, мы здесь ловим, но вся рыба, которая нам интересна, находится вот здесь. Целесообразно бурить специально для диппера определенную лунку без всякого угла, для того, чтобы лучи не прерывались, и он будет сканировать все, что необходимо в заданном диапазоне с нормальным значением угла. Некоторые бурят лунки на течении под углом, это тоже нужно учитывать, потому что угол, который распространяет эхолот, будет прерываться именно вот этим вот косым, именно вот этой вот косой сферической формой отверстия. Не знаю, как правильно я объяснил, луч будет прерываться из-за вот косой сферической формы нашей лунки. Чтобы анализировать обстановку в полном объеме, нужно, конечно, знать интерфейс, как выглядит, и учитывать очень многие параметры. Вот, допустим, рыба, когда показана, тоже я иногда определяю, допустим, платва это и лещ по ширине полоски. Но я учитываю, что на разных глубинах эта ширина может отличаться, если будет одна и та же рыба. Вот, например, платва на двух метрах глубины будет индицироваться, как лещ на глубине 8-9 метров. То есть, вот еще вот эти вот параметры тоже необходимо знать. Длина, сыпать мормыша, посмотрю, как покажет на приборе. Поэтому, в принципе, 3 метра, да, опускается, опускается вниз. Давайте насыпем полностью весь, а то у меня замерзает. О, смотрите, пошел тонуть. Короче, у меня все в мормыша, а вот смотрите, вот рыба начала спускаться. Вот, вот, все, рыба подошла. Сейчас мы ее начнем дубасить. Сейчас вам покажу, как опускается мормышка. Вот, вот рыба, 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 да. И вот я сейчас опускаю, она падает, падает. Вот, точка маленькая идет. И вот линия. Это у нас мормышка. Опускается, опускается, вот она доходит до дна. Вот, видите, пошла широкая полоса. Это рыба, скорее всего. Да, вот. Вот, вот она рядом. Я поднимаю, вижу, как мормышка поднимается, тонкая. И вижу, как рыба поднимается за ней. Ох ты, блин, подъемчик был. Вот, видите, подпрыгнула, и вот она, полоска пошла. Опа, села, 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 села. Ух ты, какой полосатик. Вон, прям видно было, как вытащила ее. А вон еще они, еще на дне подошли. Следующий. Класс, конечно, бы, на кого-то найти рыбу. И потом понять, в каких глубинах, как она, даже когда подходит к приманке, и то видно. Ну, тут главное не залипать, а то всю рыбалку, эх ты, сошел. Всю рыбалку можно проторчать в экран, потому что очень интересно. Вот, поэтому все равно я откладываю в сторону всегда. И так только иногда анализирую, когда перестает клевать. Ух ты. Вот, но сейчас клев прям хороший. Сюда подошел сразу, вот такие вот полоски широкие. Вот, все рыба, рыба, рыба. Вот я сейчас опускаю мармышку, и сразу рыба туда стремится. То есть активная рыба. Ну, и пользуясь моментом, я сейчас отвечу на вопросы, которые задают зрители. Насчет вот этих вот приборов, насчет дипера и прочих гаджетов. Срок годности любой батареи ограничен. А как быть с дипером, если батарея устарела? Друзья, дипер продает отдельно батарейки, которые меняются довольно-таки легко, самостоятельно. Поэтому их можно приобрести. Но вот у меня в дипер про первый отработал три года, и такой необходимости не было. Можно ли в программе находить сохраненные метки, где рыбачил? Раньше эта функция была недоступна, и я ей даже не пользовался. Сейчас такая функция имеется. То есть можно приходить на водоем и на карте смотреть заранее наши сохраненные точки. И рыбачить точечно. Отпугивает ли рыбу излучение эхолота? Нет, не отпугивает. Но мы не рыбы, чтобы утверждать это на 100%. Подводная камера или эхолот? Друзья, это два совершенно разных приборов, у которых есть плюсы, минусы, достоинства, недостатки. В одних условиях лучше я бы использовал камеру, в других – эхолот. Если у нас прозрачная вода, то камерой намного быстрее можно увидеть, что происходит под лункой. Какая рыба, насколько она активная. Но если у нас глубина больше 6 метров, мы ничего в эту камеру не увидим, если мутная вода. Эхолот нам все это быстренько покажет. В любую погоду, ночью, днем – неважно. Поэтому здесь свои плюсы и минусы. Почему диппер, а не практик? Друзья, к сожалению, опыта использования практика у меня не было. Мне представители диппера еще года 3 подарили эхолот. Я так ему пользуюсь. Поэтому с практиком не могу сравнивать или советовать его. Я к прибору привык, его довольно-таки хорошо изучил. И мне все нравится пока что. Почему не используешь на горных речках при ловле хариуса? Сначала, когда у меня про плюс была версия, у него ограничение в глубине. Менее 0,3 метров он видит, ну, прекращает работать. Вот сейчас в версии чирп можно уже использовать его и на мелких глубинах. Но сами понимаете, луч вот этот тонкий будет бить на маленькой глубине. Мне, блин, очень мало шансов, что рыба вообще в этот луч попадет когда-либо. Она может рядом проплыть, и мы информации никакой не получим. Поэтому, мне кажется, использование его на глубинах, тем более с течением, на глубинах менее полуметра и меньше метра, ну, просто нерационально. Запрет эхолотов согласно закону рыбалки. Да, ребята, запрет существует, эхолотом пользоваться нельзя. Но тут надо внимательно читать правила. Нельзя пользоваться подводным охотником при поиске рыбы. То есть, при ведении подводной охоты. То есть, что это означает? Нельзя подводным охотникам с помощью эхолота находить рыбу и нырять точечно. Вот, это закон запрещает. Остальным рыболовам полностью разрешено использование любых эхолотов. По эхолоту классно. Видно, прям, как поднимается рыба, как берет. Видно, даже на что взяла, на верхнюю, либо на нижнюю. Вот, интересно, интересно. Мелочевка сегодня, мелочевка. Вот, ребят, точку нашел. Холотом называется. И ничего так ловится. Вот он. Вот такой подлесчик. Вот так вот, что вперед. Вот такой вот вечерний. Кром 900. Килочных что-то нет сегодня. Диппер за 1990. Что это? Друзья, это развод. Я делал отдельное видео, можете посмотреть. Сейчас вообще этих рекламных объявлений огромное количество. Чего не коснись. Тех же мотобуксировщиков, камер, каких-то гаджетов. Это все мошенники, которые устраивают якобы акции на чуть ли не там по 90% скидка. И на самом деле вам придет место желаемого продукта. Ну, какие-нибудь перчатки с Алиэкспресс или какая-нибудь безделушка. Вот, поэтому не советую брать. Есть специальные дилеры. А лучше заказывать, конечно, у официалов. Цена этих приборов немаленькая. Это главный минус. В районе 15 тысяч, наверное, самая простая версия стоит. Старт, наверное, стоит 9 900 где-то. И вот Чирп стоит, наверное, около 21. За 5, за 6 тысяч, за 2 тысячи. Ну, таких цен просто не существует. Согласен, что дорого. Но, блин, скупой платят дважды. Заказали на сайте Эхолот. Сейчас ездил на почту, выкупал Эхолот. Хотели сначала проверить, мне не разрешили. По той причине, что нужно было оплатить для начала посылку. По предписанию здесь написано, что беспроводной Эхолот Диппер. Разрезала посылку. Вот такая вот коробочка у нас. Скрываем коробку. И здесь у нас, я так понимаю, это видеорегистратор. Скрываем коробку. Вот это сам, я так понимаю, видеорегистратор. Ну, хорошо, хоть не леска, прикормка, там, все, что остальное было, которые люди выкладывали в видео. Утого я за все это, за так называемый купленный Эхолот через интернет наложенным платежом отдала 2490 рублей. Дорогие покупатели, кто смотрит это видео, не ведитесь, пожалуйста, на этот развод. Это просто ужас какой-то. Если вы заказываете через интернет Эхолот, который прописывают за 1990 рублей, это все полная лажа. СМС-ка приходит с компании Вирта. Если пришла с компанией Вирта, то, значит, это все, это полный развод. Я вам советую, не делайте таких ошибок, как я. Поэтому можете, в принципе, заказать за 1990, вам придут перчатки. Может, тогда вы поймете, что это развод, раз вы не доверяете другим людям. Есть ли скидки какие-нибудь? Моему каналу предоставлена купонная скидка, купон под названием Сибиря. Вводите в корзине, получаете скидку, по-моему, в 10%. Ну, если он 20 тысяч стоит, 2 тысячи, получите, как бы, скидки. Мне кажется, это неплохо. Что за подарочный набор? Ну, под Новый год Диппер каждый год делает такие акции, делает специальный наборчик. Там входит, помимо эхолота, несколько разных интересных штук. Там термос, либо какая-то балаклава, крышка. А стоит тут все, как по стоимости обычного эхолота. Поэтому, если есть на сайте такая возможность, берите. Это никакой не развод, это официальная информация. Ух ты, подбор какой смачный плотва. Вещи, конечно, дорогие, вообще очень дорогие. Но они, как бы, того стоят. Фирма подходит довольно-таки так хорошо к качеству. Вот у них даже взять чехлы, либо какие-то крепления для лодки. Их прям берешь в руки, прям чувствуешь, что это качественная вещь. Она не ломается, они все сделаны классно. Мне понравился сейчас кемпинговый фонарь у них появился. Там много разных режимов. Обзорный свет и точечный свет. И, главное, даже есть режим Powerbank, который меня недавно на рыбалке выручил. Я потому что Powerbank забыл. Воспользовался этим фонариком, записал рыбалку крутую. Вы ее, наверное, увидели. И вообще классно. Рекомендую этот фонарик. Ну, тоже цена, как бы, такая, ну, какая есть. Вот, друзья, я на магните установил фонарик. И все, снегоход. Спускаюсь, занимаюсь, здесь все нормально. Также на гараж я устанавливаю и произвожу всякие работы и выгрузку в темное время суток. Я надеюсь, видео было полезным, оно вам понравилось. Вы, конечно, нами поставили лайк уже. Молодцы, спасибо. Вот, потому что этот опыт я наработал сам годами. И вот поделился с вами для тех, кто хочет, допустим, приобрести, либо уже приобрел и использует зимой. В общем, вот такие особенности. Только зная эти особенности, можно грамотно эксплуатировать прибор. Грамотно и понятно воспринимать информацию от программного обеспечения. И, соответственно, превращать это все в удачные рыбалки, успешные ловли с трофеями и так далее. В общем, друзья, я рекомендую. Вот. Вот и все. Кому понравилось, ставьте лайк. И пока. Сколько рыбы вон плавает. Штуки 4. Это прям под самой лункой. Информация. Опа. Вот что-то покрупнее. Покрупнее. Ох, какая плотва. Блин.